итак продолжаем смотрим на простые вещи вопрос еврейства и вопрос отождествления себя это вопрос моего сегодняшнего состояния у нас есть два вопроса у нас есть один вопрос настоящие другой вопрос будущее это понятно вопрос настоящего иногда стоит в вопросе осознание отождествления себя со своим еврейством вопрос осознание и отождествления себя со своим еврейством для чего всегда будет существовать вопрос для чего те или иные люди отождествляет себя с еврейством зачастую существуют теории о том что поскольку у евреев отдельные взаимоотношения с богом то при общении к еврейству дают определенные бонусы и гарантии на тему того что будет в будущем понятно чем я сказал еще раз многие люди думают что отождествление себя с еврейством дают какие-то бонусы и гарантии по отношению к будущему что у евреев определенный отдельный от всех остальных народов путь приближение к всевышним но что говорит нам апостол павел во втором послании к римлянам обрезание полезно 2 послание 2 глава до с 25 стиха вторая глава послание к римлянам с 25 стиха обрезание полезно если не если исполняешь закон если ты преступник закона то обрезание твое стало не обрезание с одной стороны человек что отождествлен с еврейством он обрезан нет никаких претензий но при этом он что не исполняет закон и апостол павел говорит полезно если ты исполняешь а если ты не исполняешь то обрезание твое стало не обрезание то есть на самом деле несмотря на то что на твоем физическом теле присутствует определенный знак он говорит что а этот знак на самом деле под то есть апостол павел утверждает о том что несмотря на то что ты обрезан при не исполнении закона это все равно что ты не обрезан смысл в чем в исполнении закона дальше он говорит итак если не обрезанный это который не обрезанный это кто у нас гаим кто-то другой который не отождествил себя с евреи который не евреем вообще может быть может быть это еврей которые конечно которого просто не обрезали но если не обрезаны в том числе это может быть крайний случай вообще папа и мама были не евреи может быть такое когда в длица не обрезанный то говорится прежде всего о том что этот человек не был вовсе евреем если человек не был вовсе евреем то у евреев было специфическое отношение к таким людям они считали этих людей всех погадыми в украинской библии написано якин язычники понятно но павел говорит если не обрезанность соблюдает закон постановление закона то его не обрезание вменяется ему в обрезание это вопрос он такой задает и так если не обрезанность соблюдать постановленный закон то его не обрезание не вменяется ли ему в обрезание физический знак на теле есть но не смотря на то что физического знака на теле нет относительно будущего изменится тем вменяется и тем не изменяется всевышний мы можем приходить на основании нашего обрезания а бог говорит тут посмотрел я на тебя и не вменяю тебе этого обрезания хоть подожди я же обрезан это я не вижу посмотри внимательней я смотрю но на другую часть ты не исполнял что критики же обрезан варит не имеет значения другая часть приходит тот который был не обрезан варит вменяю тебе обрезание на основании чего исполнению павел говорит о том что есть выбор у человека и от этого выбора зависит его будущее и выбор лежит в плоскости физического состояния или выбор лежит в плоскости исполнения закона где лежит выбор в исполнении закона человек должен выбрать какой жизни ему жить и в зависимости от того какой жизни он живет либо он будет жить либо он умрет от чего это зависит от еврейства от обрезания или он жизни жизни и павел дальше пишем и не обрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезание речь идет о человеке который исполняет закон без обрезания и человеке который при обрезании не исполняет закона и бог говорит через апостола шаура что те люди которые без обрезания исполняли закон будут судить тех людей которые при обрезание есть полная закона хотя имели обрезание и писание в будущем судьба тех людей которые были не обрезаны на исполняемой закон, кардинальным образом будет отличаться от судьбы тех людей, которые имели Писание и Обрезание и не исполняли закон. Понятно, о чем идет речь? И дальше он говорит, послушайте, потому что не тот иудей, который по наружности таков, причем, заметьте, по наружности это очень громко сказано. По наружности это очень громко сказано. Очень много разговоров идет об обрезании или необрезании. Очень много разговоров. Это наружное действие, да? Ну, простите, а вы откуда знаете, кто обрезан, а кто нет? Это уж не видно. Те члены, которые требуют определенного попечения, они скрываются. и их не видно. Никто не знает. Он говорит, послушайте, но вы, ребята, чересчур сосредоточены на том, что вообще не видно для большинства людей. вы так много придаёте значения наружным вещам, которые, по сути, скрыты от всех остальных. Понятно? И он говорит о том, что не тот иудей, который наружно таков. вы можете обсоцититься, отписатиться, обрезать всё, а апостол Павел говорит, слушай, а, говорит, не тот иудей, который, что? наружно таков. Он говорит, вообще никакого значения не имеет. Смысл всего в чём? И не то обрезание, которое наружно по плоте, но тот иудей, кто внутренне таков, ещё меньше видно. И говорит, ещё меньше будет видно. Потому что он где? Внутри. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала? Нет людей, но вот. Вот. И говорит, вообще, ребята, вы ищите вопрос в похвале кого? Людей. А вопрос решает. И вопрос, почему же настолько много внимания уделяется вопросу внешнего обрезания в новозаветних общинах? И так мало иногда уделяется внимания внутреннему обрезанию сердца. сердца. Цель 8. Понятно? Понятно? К сожалению, очень беспокоит вопрос чужого обрезания. Даже не своего, чужого иногда. Понятно, да? поэтому, мои хорошие, смотрите на суть вещей. Обрезание не билет в Царство Небесное. Смысл и суть завета Авраама не в обрезании, а вхождении путями Отца нашего Авраама, творя суд и правду. смысл вне обрезания, а вхождении путями. И от ваших путей будет зависеть ваше будущее, а не от обрезания. В микрофон возьмите и задайте. Вопрос звучит следующим образом. Для чего Богу было так особым образом отделять свой народ, давая им обрезание? Я правильно понял? Давайте себе зададим вопрос. А зачем Богу было осадить в Эдемском саду дерево познания добра и зла, если от него нельзя было пустить? Спасибо. На самом деле, если не будет запрета, не будет свободы выбора. Вам нечего будет выбирать. Если вам нечего будет выбирать, как вы можете проявить свою свободу воли, свободу выбора? Никак. То есть, если я не скажу, не трогайте чашку, как вы можете реализовать свободу выбора, трогать вам чашку или не трогать? Тогда будет ограничение. Бог говорит, послушайте, вы должны это сделать, а я посмотрю, послушны вы этому или нет. Вопрос в сути обрезания или в форме. Суть-то послушания, обрезание. А не именно само обрезание. Понятно, да? Мы сосредотачиваемся на форме, забывая про суть. Мы часто сосредотачиваемся на форме, забывая про суть. Матвея 8 глава с 11 стиха. Матвея 8 глава с 11 стиха. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада. Говорю же вам, это кому сказано? Да. Людям, которые находились в Синайском завете. Людям, которые были евреями, к ним обращаются и говорят, говорю же вам. То есть, на самом деле, слушатели не были и язычники. В лучшем случае, это были празелиты или геры, которые, в общем-то, были тоже евреями, находящимися в Синайском завете. Других там не было. Язычников там что? Не было. И еще, что делать? Предупреждает их. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягнутся в Рану и с Хаком и Яковом в Царствие Небесное. Он говорит, послушайте, будут ребята, которые придут с разных сторон и возлягнут где? Это верхний выбор, да? он говорит о том, что это будут евреи. Ни слова. Говорит, ни слова. Говорит, многие придут. По слову, многие на тот период времени рассеяние, еще период как бы не начался, они в эту сторону еще не думали. большинство евреев, очевидно, жило где? В Израиле. Те евреи, которые в большей части своей ушли, были уведены в рабство, они ассимилированы. Те евреи, которые остались в Вавилоне, мы помним, мы читали вчера, что только те, которые пошли строить храм, названы все, весь Израиль. Весь Израиль. И здесь говорится о том, что многие придут. Очевидно, идет речь не о совсем евреях. Да? Но когда идет речь о сынах царства, идет речь о ком? Можно ли кого-то на тот период времени еще кроме евреев назвать было сынами царства? Нельзя. Но здесь есть противопоставление между теми, кто придут и сынами царства. Извините. Здесь идет речь между теми, кто придут и возлягут и сынами царства. Значит, очевидно, идет речь о не евреях и евреях. И он говорит, что в будущем будет весьма неприятная картина. Он говорит о том, что те, кто не евреи, придут и что сделают? Возлягнут. А сыны царства будут? Ой, как неприятно. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю и там будет плач и скрежет. он говорит, не евреи будут вот здесь, а будут сыны царства, которые будут зачастую, зачастую люди думают, что они по праву рождения войдут в царство небесное. Он говорит, ничего подобного по образу жизни. По слушанию будет определять ваше будущее. Если вы родились сынами царства, если вы обрезаны восьмой день, вы иудеи вообще кошерные, кошерные в нацетом поколении, которое можно только просмотреть, вы живете безбожной жизнью, к сожалению, если вы не покаетесь в ваш удел, несмотря на все ваше еврейство. Понятно, о чем идет речь? Поэтому мы обращаем внимание не на еврейство, а на жизнь, в которой мы живем. Мы обращаем внимание не на то, кто у нас дедушка, бабушка, папа и мама, не на то, обрезаны мы или не обрезаны. Суть вещей сводится к жизни, которой мы живем, а не к внешним вещам. К сожалению, в мессианских общинах очень много уделяется внимания иногда внешним вещам, внешнему проявлению еврейства. суть еврейства заключена в послушании Богу. Он отделил для себя народ. Мы народ, которые были отделены для него. Но некоторые подумали, что все здесь для них. Некоторые подумали, что они настолько избранные, что Бог им обязан. Ничего подобного. Они были избраны для того, чтобы служить Ему. Разница есть, да? Вопросы еще остались по обрезанию, по еврейству. я прошу прощения. Да, вопрос очень хороший. Завет Авраама вечный или не вечный. Скажите, пожалуйста, а вы присутствовали на теме завета? Когда я позволю себе ответить таким образом? Просмотрите ваши конспекты. Еще вопрос? Мы подробнейшим образом рассматривали теме заветы времена действия различных заветов и какие из заветов действуют до сегодняшнего дня. Если вы просмотрите свою конспект, вы найдете там заодно и ответ. Сегодня тоже писали. Может быть, это чат. Понятно, да? Еще вопросы? Ну, попробуем вернуться к посланию Глаты. я конечно вас чуть позже спрошу, сделали вы домашнее задание или нет. Адекан придумает наказание для тех, кто не сделал. Итак, потом через 14 лет сидел опять в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой хита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитым благовесывание проповедуем мноязычникам. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался? Разбирались, да, вчера достаточно подробно с какой частью ходил своего благовесывания апостол Шауль к Иерусалим к апостолу. Да? И что он именно хотел выяснить? Но они идти-то бывшего со мною, хотя и Эллина не принуждали обрезаться. Выясняли мы о той части, что был вопрос вхождения в Новый Завет через обрезание или вхождение в Новый Завет без обрезания. Выясняли, да? Мы выясняли о том, что было, в общем-то, две формы Евангелия. Одна форма Евангелия, которая присутствовала для проповеди евреям, другая форма, которая присутствовала язычникам. И понятно, язычникам нужно было донести часть, которую они не знали. Евреи по отношению к язычникам имели определенное преимущество, потому что они знали, они знали, что Бог есть един, что Он Творец сотворил небо и землю, они знали, что Он дал все уставы всему, что существует, они знали природу вещей, такое, как она есть, из Слова Божьего. Язычники же этого не знали, и язычникам нужно было рассказать сначала эту часть, и потом рассказать Евангелие, которое они проповедовали. И верующие из язычников должны были покаяться в своей прошлой жизни, осознать, что они были безбожниками, грешниками, да, и прийти к принятию Нешуна-Мессии. После чего наступал вопрос водного погружения. Вторая часть проповеди Евангелия касалась верующих из евреев. Они знали Танах. Может быть не в полном объеме, но суть Танаха они знали, потому что они были рождены в том обществе. Они знали, что есть Творец отворивший небо землю, они знали о том, что он дал законы своему народу, они знали многие пророчества, они ожидали исполнения многих пророчеств, они много знали. Но они также знали, что исполняя закон, они его приступали. Был путь, в котором они могли опять приобретать состояние ритуальной чистоты, состояние нравственной чистоты, но они опять знали, что у них существуют определенные проблемы на этом пути. И они ожидали обещанного им мессии. И проповедь Евангелия для евреев заключалось в том, что они приходили, апостолы, и говорили о том, что наступило время исполнения этого пророчества. Мессия обещан дома Израиля, дома Иуды, пришел, и им теперь необходимо принять обещанного им мессию. Здесь все понятно? То есть все понятно, заперел. Успел?